8 часов и 38 минут. Домская площадь в прямом эфире. Сегодня среда, 12 июля. Мы продолжаем большим актуальным интервью. Накануне стали доступны сертификаты о среднем образовании, чтобы стать обладателем условного билета в ВУЗ. Школьнику нужно было успешно сдать на оптимальном уровне экзамены по латышскому, иностранному, а также по математике. И плюс-плюс еще два экзамена на высший уровень из освоенных во время учебы 14 предметов. Итак, оценки известны. Можно ли с облегчением вздохнуть? Вздохнули, господин Пестов? Добрый день, безусловно, вздохнул. Вздохнул кто больше? Учитель, выпускник, директор школы? Я думаю, мы все на самом деле ожидали этих результатов с большим трепетом, потому что это действительно первый раз, когда ребята сдавали по новой системе экзаменов. Да, предыдущие, мы знаем, и два года у них за спиной, так сказать, образование и сфера учебы в виде ковида, который, естественно, вносил свои коррективы. И поэтому ожидания были огромными. И у меня, как у учителя химии, и у меня, как у директора школы, и у моих коллег, и у родителей, все ждали очень трепетно этого момента. И, конечно, мы вздохнули с большим облегчением, потому что мы увидели, что все наши ребята в 12 классе сдали эти экзамены. Хорошо, вспомним о том, как это было и что дальше в нашем большом утреннем интервью. Представлю нашего гостя. Сегодня это директора 72-й Рижской средней школы Павел Пестов и одновременно учителя химии. Еще раз доброго утра и добро пожаловать в нашу программу. Доброго утра. В этой студии в свое время было много ваших коллег, директоров рижских и не только рижских школ. И говорили мы о централизованных экзаменах в основной школе и выражения лиц, и то, как осторожно некоторые ваши коллеги выбирали слова, интонацию, говорило о том, что результаты централизованных экзаменов в девятых классах очень многих задач. Ну, это понятно. Были и низкие оценки. И даже в случае, когда некоторым девятиклассникам, увы, увы, пришлось даже остаться еще на один учебный год в школе. Каковы первые выводы по итогам выпускных экзаменов в двенадцатых классах? То есть вы сказали, что вы облегченно вздохнули. Действительно все хорошо? Ну, я вам скажу, что, конечно, мы вздохнули прежде всего, действительно, поняв, что все наши выпускники два двенадцатых класса сдали. Да, это первый такой момент. Все получили сертификаты. Да, все получили сертификаты, то есть все достигли хотя бы десяти процентов. Да, и для нас, и, опять же, и для детей, и для родителей был, ну, вот этот момент очень важен. Потому что, опять же, как вы правильно сказали, так же, как это относится к основному образованию, так же, как к среднему. То есть если хотя бы один экзамен из вами обязательных названных не сдан на десять процентов, то получается, что ребенок учился там, ну, уже не ребенок, уже подросток учился три года, и, в результате, он не получает сертификаты среднего образования. Подождите, среднюю школу в Латвии сегодня, в 2023 году, можно закончить, сдав только десять, показав десять процентов знаний по какому-то предмету? Пока что да, и в данном случае даже можем сказать о том, что было раньше пять процентов. Вот, я вам скажу больше, что даже пять процентов из года в год было, честно, не смогу, наверное, здесь сказать точные цифры, но больше ста человек, которые не могли даже набрать пять процентов по математике в данном случае. Но Министерство образования приняло решение год назад или два года назад потихоньку этот барьер поднимать по пять процентов в год до двадцати процентов. То есть вслед за этим барьером подтянулись и знания школьников? Ну, подтянулись, не подтянулись, наверное, нам нужно сейчас вот будет все эти результаты по стране именно посмотреть и поанализировать, и по школам тоже относительно, ну, как бы говоря, о своей школе. Ну, во всяком случае, конечно, это создало какую-то, ну, может быть, такую внешнюю мотивацию, да, хотя в следующем году это будет пятнадцать процентов и через год это будет двадцать процентов. На этом пока что, во всяком случае, кабинет министров остановился, то есть двадцать процентов – это те основные навыки, которые, ну, нужно освоить, чтобы мы вообще хотя бы понимали, что вот этот сертификат среднего образования, ну, имеет какую-то, так сказать… Внутренний голос учителя, той же самой химии, он что говорит, когда этот порог поднимут до двадцати процентов? Вы тогда по-другому ответите на вопрос, вздохнули или не? Ну, надеюсь… По-другому будете вздыхать, да? Безусловно, безусловно, ну, здесь палка, скажем так, о двух концах. Значит, во-первых, мы должны понимать, что среднее образование сейчас тоже сильно поменялось, в том плане, что дети выбирают три углубленных предмета, то есть они начинают действительно там с двенадцати предметов или там с большего количества предметов, но в двенадцатом классе у них остается там, скорее всего, может, латышский, английский в зависимости от школы, уроки спорта и, в принципе, три углубленных предмета, которые они выбрали, да? Если школа предлагает нормальный выбор, да, там не четыре только предмета, например, пять-шесть, то на самом деле, ну, ребенок сделал какой-то выбор и, наверное, он не выбирал то, что у него совсем-совсем не получается. Вот поэтому в этом плане, конечно, есть надежда, что мотивация и внутренняя тоже у детей при вот таком, ну, выборе своего предмета, с которым они, скорее всего, думают, возможно, они свяжут будущую жизнь, скорее всего, он у них получается, то, наверное, это очень положительная тенденция. Скажите, а вот то, что практически все начинали учиться в начальной школе на русском, затем менялись пропорции, проценты, соотношение предметов на государственном, на русском языке, экзамены сдавали по-латышски. Не создало ли это трудности для тех, кто начинал учебу именно на русском? Ну, вы знаете, именно средняя школа, то есть 10-й, 11-й, 12-й класс уже давно переведена только на латышский язык, и не первый год дети сдают на латышском языке. Поэтому в данном случае этот аспект ушел на второй план. На первый план вышел, прежде всего, вот это вот содержание углубленных курсов. Вот это действительно было новое, да, их еще никогда никто не сдавал. Были образцы опубликованы на странице, значит, Государственного центра содержания, но в то же время мы были первые, кто вот в этом году их вообще сдавали. Справились? Справились, да, но, конечно, всегда хочется лучше. Может, их задумались? Да. Паузы все-таки? Ну, прежде чем ответить, немного задумались. Кстати, какое-то время назад на вашем месте, здесь же, в студии Домской площади, был руководитель Совета по высшему образованию, господин Атейкманис, и он как-то неожиданно для меня начал разговор с фразой, что для вузов новая система оценки знаний в процентном соотношении – это большой вызов. А для школ сложности оценить багаж знаний у учителя не возникало? Ну, централизованные экзамены уже несколько лет, уже много лет, на самом деле, оцениваются в процентах. Но проблема, конечно же, и для детей, и для родителей вот это новшество, и для вузов обязательно создаст то, что ребенок придет поступать в университет с разным результатом по уровню предмета. То есть, например, один ребенок придет поступать в университет с так называемым оптимальным уровнем математики, у него там будет 67%. Второй ребенок придет с углубленным уровнем, значит, математики, у него там будет 54%. В принципе, есть правила кабинета министров, как их соотносить между собой, то есть там есть коэффициент, как между ними работать. Но, конечно, для вузов реальная, наверное, проблема, я так думаю, насколько мы тоже общались с коллегами, то создается в том, как организовать и учебу-то по-другому, например, на первом курсе. Потому что у вас на первом курсе теперь сидят ребята, которые изучали химию на оптимальном уровне, изучали химию на углубленном. И как теперь к ним подойти по-разному, потому что одни, если вы будете всем одно и то же предлагать, то, получается, одни будут повторять то, что они уже, наверное, изучили, насколько им будет это интересно, полезно, а другие это еще не изучали. Вот здесь вот я вижу действительно большой вызов для вузов. Это большой вызов или большую нерешимую пока что проблему? Или это одно и то же? Я думаю, что все-таки вызов, потому что вузы, ну, эта система уже была известна, что так будет, да, то есть 3-4 года назад она обсуждалась, 3 года назад она началась потихоньку водиться с 10 класса, поэтому большого удивления не должно было бы быть. Но, с другой стороны, мы все понимаем, одно дело, ну, прогноз на будущее, другое дело, вот в реальности сейчас придут такие ребята, да, и как реально вуз... То есть снова, получается, хотели как лучше, получили как всегда, чиновники в министерстве видели одно, учителя в школах видели другое, преподаватели вузов, а сейчас спешно вузы начинают по-своему тушить этот пожар, да? Ну, я надеюсь, что нет, на самом деле, потому что, ну, с вузами был разговор такой, но мы прекрасно понимаем, что одно дело планировать теоретически, другое дело практически это реализовывать. И, наверное, здесь тоже будут сделаны выводы, и будет смотреться, как лучше реализовывать это в следующие годы. На что я еще обратил накануне внимание, это на то, какие экзамены, скажем так, для высшей категории, да, это уже тот высший уровень, не оптимальный, выбирали 12-ти классники. Так вот, абсолютное большинство выбрали иностранный язык, английский, немецкий, кто-то французский. Далее с большим отрывом латышский и литература. На третьем месте математика. То есть снова побеждают гуманитарии на физику, химию, естественное знание, другие точные науки. Просто побоялись замахнуться? Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, может быть, здесь не битва только гуманитарных и негуманитарных наук. Наверное, здесь все-таки нужно иметь в виду, ну, например, насчет английского, да, как иностранного языка, я люблю вообще любого иностранного языка. Я думаю, удивления ни у кого нет. Если мы посмотрим даже на любую школу, там, и на нашу школу в том числе, родители, например, активным образом вкладывают в своих детей, например, в частные уроки, в дополнительные уроки, да. Очень редко, когда мы видим, когда родитель вкладывается там в дополнительные частные уроки по химии и физике. Да, это большая редкость. Язык, наверное, мы сейчас все понимаем, что мы живем в глобальное время, и уж на любой профессии, для любого, там, не знаю, развития, для любого направления, наверное, английский пригодится. Поэтому это достаточно такой, ну, нормальный выбор. Кстати, вы видите позывы к тому, что государство будет подталкивать будущим школьников к так называемому STEM, точным наукам, естествознанию? Ну, мы видим, что это приоритет, но пока мы видим, что, ну, как бы, таких реальных результатов, наверное, мы пока что не видим. Да, то есть в том плане, что в вузы поступает больше детей, во всяком случае, я не слышал, да, гораздо больше там выбирают, например, углубленную химию, физику, биологию, наверное, тоже. Мы не можем таким образом говорить о том, что там есть большой хороший прорыв. Однако, ну, пока что это приоритет, это очень важный приоритет. Мы со своей стороны, как школа, в этот приоритет вкладываемся. То есть мы, например, являемся именно той школой, которая предлагает и углубленную физику, и углубленную химию, и углубленную математику, и углубленную биологию на выбор. Этот выбор, опять же, очень небольшой. То есть если мы посмотрим, у нас группа по 10-15 человек. Ваши коллеги не скрывают, ваши коллеги из вузов, уровень качества знаний у того самого багажа, который в котомочке, условной котомочке, запрещено маоранце по окончании средней школы, получая 12-классник, отличается от того, который еще лет 10 получали их сверстники. Некоторые прямым текстом говорят, что этот уровень просто несравним. Иногда даже за голову хочется схватиться. Об этом во время прямого эфира из Резакна говорила ваша коллега из одного латгальского вуза. И некоторые ваши коллеги винят в этом ничто иное, как проект школа 2030. Хотели как лучше, а или где что-то пошло не так? Ну, я думаю, что, во-первых, нужно было бы посмотреть на реальные данные. То есть, например, если мы сейчас посмотрим, я так наизусть не знаю, но если мы сейчас посмотрим на результаты оптимального уровня математики, вот в этом году, в 12-м классе, и сравним его до ковидного времени, там, 3-4 года назад, когда тоже уже были централизованные экзамены по математике, я не думаю, что мы увидим падение результатов. То есть, у нас была проблема и 4 года назад, до ковида, я думаю, и вы, может быть, в своей студии, и другие, явно журналисты поднимали этот вопрос, что средний результат математики там 40%. А что значит средний результат? Это значит, что половина сдала меньше, чем 40%, а вторая половина больше. И при этом у нас еще находились дети, которые там 100-150 человек каждый год, которые не могли, например, даже 5%. То есть, поэтому сказать, что реформа образования сейчас еще понизила, давайте посмотрим на реальные цифры, я думаю, мы не увидим такого падения. Вот среднего результата, который был 4 года назад по математике, и средний результат сейчас. Я не хотел этого говорить, но я приведу эту цитату одного доцента университета Страдани, они приходят чуть ли не тупые. Как директор, как учитель, вот что вы ему можете ответить, этому доценту? Я думаю, что, во-первых, ну, во-первых, не могу согласиться, да. Все-таки вот мы обычная школа в Кенгараксе, да. Это Рижская 72-я школа, одна из самых больших в Риге, да, 1300 детей. Что мы видим? Мы видим, что, конечно же, вот спектр детей, которые к нам приходят, очень разнообразен. И у нас есть звезды, и у нас есть те, которым действительно нужен индивидуальный подход, да. Плюс вы прекрасно знаете, что все-таки наше образование идет в направлении интеграция, ну, скажем, детей и с проблемами обучения, да. Они все находятся в одном кабинете, они все находятся у одного учителя. То есть в итоге мы получаем вот эту среднюю температуру по банде. В итоге мы получаем. Если подключается к разговору и задает вот такой интересный вопрос, а можно было сдавать предмет сначала на базовом уровне, а потом еще на углубленном и выбрать улучшую отцу? Да, такая возможность была и даже была предоставлена, что я считаю очень правильно, да, была предоставлена возможность даже сдавать в два раза оптимальный уровень. А как это могло получиться? Это могло получиться таким образом, если ребенок сдал в одиннадцатом классе оптимальный уровень математики, и он, ну, недостаточно, может быть, результат был удовлетворен, то пока что, не знаю, как в будущем, но пока что государство разрешает в двенадцатом классе еще раз сдать. И даже из этих двух результатов выбрать лучше. И вы знаете, что в этом году, наверное, очень открытая система апелляции, да, то есть подано больше там 800 апелляций. То есть очень открытая система, где, ну, достаточно написать, условно говоря, заявление, создается комиссия, еще раз переоценивается. Что я считаю, с одной стороны, да, мы можем говорить, что как же так, много апелляций, с другой стороны, это, наверное, ну, положительный сигнал того, насколько открыта система. И в этом году первый год, на самом деле, когда у детей есть возможность посмотреть свою работу. Да, такого никогда не было. Это очень важно. Вот, и это очень важно, и многие родители этим пользуются. Как директор школы, как учитель химии, как педагог, вы также оптимистично смотрите в новый учебный год, с учетом всех этих многочисленных реформ, и особенно языковых? Ну, для средней школы, как я уже сказал, здесь нет ничего нового. Что касается основной школы, первого, четвертого, седьмого класса, естественно, мы смотрим с большим... Ну, мы понимаем, что в следующем году переход на латышский язык нам будет одна из самых центральных вопросов для нашей школы. Да, и для родителей, и для нас, и для учителей. В каком разрезе это вас особенно беспокоит? Ну, прежде всего, нас это беспокоит в том, что, по сути, мы должны понимать, что урок математики — это урок, где ребенок должен одновременно и обучаться латышскому, и одновременно обучаться математике. Самый главный разрез наш — не потерять качество знаний предметов. Учителя латышского языка нашлись? Пока что до сих пор еще одна вакансия у нас в школе есть. То есть об этом я, наверное, и хотел сказать, что оптимистично можно смотреть тогда, когда есть... Ну, то есть когда нет вакансий в школе. Вот, тогда мы оптимистично смотрим. В прошлый год мы начали без вакансий. В этом году, ну, правда, по таким приятным причинам у нас несколько учителей уходит в декрет. Вот, но, опять же, для нас это, так сказать, головная боль, потому что эти вакансии, естественно, нам нужно найти. Еще один момент. В начале учебного года Домская площадь внимательно следит за этой темой. Представители Центра Госязыка рассказывали, что у 15% учителей проблема с совершенным знанием латышского. То есть чтобы преподавать на нем тоже химию, математику, другие предметы. Это показали их проверки. Какой сегодня вы видите эту ситуацию? Я думаю, что тут мне... Ну, как бы, я, конечно, могу рисовать красивые виды, но не буду. Это реальная проблема. Я думаю, что в каждой школе, которая реализует программу нацменьшинства, такая проблема реально есть. Она больше или меньше, но она обязательно есть, и она есть у нас. Не приведет ли это к тому, что сами школьники, родители, видя, слыша, вот, например, сегодняшний наш эфир здесь в студии Домской площади, будут все чаще отдавать людей 100% на латышские школы, которые не так лихорадили, в которых было меньше языковых реформ. Вы видите этот процесс, что русские, украинские, польские дети все чаще идут в исконно латышские школы? Я думаю, что этот процесс есть. Я вам даже могу сказать, вот, на своем примере, что мы своих детей отдали в садик с латышским языком образования, да, хотя первый класс они начали в 72-й школе. При этом я хочу сказать, я думаю, что такая тенденция есть, это один момент, но с другой стороны, я думаю, что в данном случае здесь именно наша ответственность, вот, как школы и директоров, в том числе, все-таки вкладываться в наших учителей. То есть, например, мы в прошлом году дополнительно еще организовали курсы для наших учителей, чтобы этот уровень постоянно рос латышского языка. Если мы смотрим на реальные, опять же, данные, ну, у нас в этом году пять классов, да, так же, как и в прошлом, и в позапрошлом, и так далее. Что интересно, мы ощущаем, как школа именно, ощущаем и другую тенденцию. К нам приходят ребята, вот, например, в 10-й класс из чисто латышских семей. А какова их мотивация? Их мотивация, выбор конкретно. Вот это действительно удивительно. Это действительно очень интересно, и это в первый раз у нас такой приток, вот 10-й класс первый, так что для нас в следующий год в этом будет очень интересен, то есть у нас в одном классе будут там наполовину. Вы же, например, спрашиваете, почему? У родителей, у детей? Да, обязательно спрашивают, ну, там разная мотивация. Одна мотивация состоит в том, что вот здесь есть такой комплект предметов, который нас интересует, да, там, например, те же программирование, химия, физика, не все школы такие. А, там, они смотрят не на язык, а именно на качество, и именно на то, что школа специализирована и может дать больше, лучше, глубже. Ну, надеемся на это. И у нас появляются некоторые дети в первых классах. Так что и такая тенденция есть. И она для нас, конечно, с одной стороны, она для нас положительная, с другой стороны, ну, представим конкретный класс, да, да, 27 человек, из них, допустим, там, 3-4-5 детей, которые из чисто латышских семей. Ну, здесь очень нужно сильно вложиться для того, чтобы создать класс как коллектив. И второй момент, здесь очень сильно нужно вложиться и учителям, да, чтобы этот латышский был действительно качественным. Десять точно найдут язык, точно найдут, в этом никто не сомневается. Ну, наконец-то вы перестали грустить. Скажите, минут у нас остается, что вас радует, глядя в новый учебный год? Ну, меня, прежде всего, радует, конечно, то, что у нас первые классы достаточно большое количество, то есть, как я уже сказал, 5 классов. И десятые классы... В черновая реформа школьной сети вы не попадете, уже хорошо. Ну, не вижу для этого никакого основания, да, но, естественно, мы работаем над тем, чтобы наша средняя школа, 10-й, 11-й, 12-й класс, действительно была с таким предложением, и я вот, ну, это вот такое вот мое видение, которое я бы хотел через несколько, там, через 3-5 лет увидеть, что действительно родители будут выбирать школу, исходя только из критериев качества, и будут знать, что даже если они отдают в ту или другую школу, что здесь вопрос языка не на первом месте. Пока что, конечно же, если мы реально смотрим, он очень для нас важен. Аудиоэфир на нашей домашней странице сохранит это интервью и эту концовку. Интересно было бы посмотреть, увидеть, что будет через несколько лет. Может быть, и вернемся к этому разговору. А пока многоточие, большое спасибо за то, что нашли возможность посреди каникул прийти к нам в студию нашим утренним гостем. Сегодня был директор 72-й Рижской средней школы Павел Пестов. Домская площадь. С добрым утром!